Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, ваш персональный финансовый советник. В комментариях вы очень часто меня спрашиваете, а как можно простому смертному инвестировать в зарубежные активы, если, например, одной России-матушки вам в портфеле мало. И многие пишут, это, наверное, доступно только для миллионеров, миллиардеров, причем, естественно, не рублевых. Давайте разбираться, как это можно сделать. Первый вариант. Вы идете к российскому брокеру, да, именно российскому, и вы инвестируете в инструменты, которые позволяют вам инвестировать зарубежные активы, но только на российском рынке. Что я имею в виду? Да, на нашем российском рынке, на московской и на питерской бирже вы можете инвестировать в акции иностранных компаний, это через питерскую биржу, или в биржевые фонды и ETF на московской бирже, через которые вы можете инвестировать в акции китайских компаний, немецких компаний, британских, американских и облигаций в золото и так далее. И также вы можете инвестировать в торгующиеся на нашем российском рынке биржевые структурные облигации, они называются БСО, через которые вы тоже можете инвестировать в иностранные активы. И вот, собственно, вы на российском рынке и инвестируете в иностранные активы. В чем плюсы такого варианта инвестиций? Первое. Огроменный плюс – это то, что вам не требуется статус квалифицированного инвестора. Поправка на январь 2020 года, потому что у нас может измениться законодательство и вдруг потребуется статус квал инвестора для какого-то из этих видов инвестиций. Второй момент. У вас есть налоговые льготы. Вы можете использовать индивидуальные инвестиционные счеты, через него инвестировать в иностранные активы, которые торгуются на российском рынке. И с помощью, например, ИИСа типа Б не платить налог под 13%, ну кроме дивидендов. Это хороший способ налоговой оптимизации. Вы можете использовать инвестиционный вычет при владении бумагами три года и более, если вы их купили, начиная с 2014 года. Следующий, возможно, вариант, тоже огромнейший плюс, начиная с 2020 года. Это то, что если вы инвестируете через российского брокера, то у вас российский брокер является налоговым агентом. И вам не нужно отчитываться в налоговую о том, что у вас есть брокерский счет, потому что он здесь российский. И вам не нужно думать, так, мне же еще отчетность по зарубежному брокерскому счету нужно сдавать. И мне же еще декларацию нужно сдавать и налоги самостоятельно посчитать. У вас брокер, налоговый агент, он все налоги за вас уплатит. Никакие отчетности вам сдавать не нужно. Поэтому налоговая оптимизация, отсутствие каких-либо проблем с отчетностью и не нужен статус квалифицированного инвестора. И все эти инструменты доступны от весьма малых сумм. Но есть и минусы. Первое, это, конечно, ассортимент. Но не все зарубежные активы вы можете на российском рынке купить. То есть, например, ETF недвижимости на нашем рынке, ну пока, к сожалению, нет. И акции далеко не всех зарубежных компаний пока еще торгуются у нас на питерской бирже. И ETF, ну, например, на Турцию, на нашем рынке, к сожалению, нет. Но для новичка, я бы сказала так, за глаза. Некоторые могут мне возразить и сказать, ну, конечно, на нашем рынке биржевые фонды имеют комиссии выше, чем за рубежом. Соглашусь, да, можно на зарубежном рынке найти ETF аналогичной стратегии, что наши, но наши будут дороже с точки зрения комиссии. Но нужно все считать правильно, потому что если вы покупаете зарубежные активы именно за рубежом, то у вас наслаивается еще отчетность, еще самостоятельная налоговая декларация, отсутствие налоговых льгот. И тут еще бабушка надвое сказала, что лучше. Здесь чуть большие комиссии, но куча налоговых льгот и проблем, чем там меньшие комиссии, но весь остальной пакет остается при вас. Поэтому вот варианты российского рынка, я считаю, это идеально для новичка. Второе. Если вам, ну, мало, вам хочется больше, вам хочется предаться страсти, но не вы знаете как, то тогда у вас еще есть второй вариант. Вы идете к российскому брокеру, и вы получаете статус квалифицированного инвестора, и тогда вы можете инвестировать куда хотите, в том числе в инструменты на зарубежных рынках. В облигации зарубежные, в ETF зарубежные, куда хотите, без каких-либо проблем. Но минус это статус квалифицированного инвестора, к сожалению. И еще один минус это, к сожалению, отсутствие налоговых льгот, которые доступны для российского рынка. Но зато ассортимент у вас громаднейший, и если вы все это делаете через российского брокера, то у вас автоматически нет проблем с отчетностью, с уведомлением налоговой, самостоятельной уплатой налогов и так далее, и так далее. Многие мне возразят и скажут, есть еще один минус. У нас брокеры имеют, к сожалению, не такой высокий уровень надежности, как, например, зарубежный, и у нас кэш на брокерском счете не страхуется. Да, это тоже можно отнести к определенного рода минусу, но если вы не будете постоянно хранить много кэш на брокерском счете, я думаю, что этот минус можно так или иначе нивелировать. И третий возможный вариант, как можно инвестировать в зарубежные активы. Вы открываете, очевидно, брокерский счет за рубежом. Если вы это делаете, автоматически вы выходите за пределы юрисдикции России и законодательства России, и вам уже не требуется статус квалифицированного инвестора, потому что вы работаете по законодательству другой страны. Но, начиная с 2020 года, вам нужно понимать, что если вы резидент Российской Федерации, то вам нужно уведомлять об открытии зарубежного брокерского счета. Вам нужно ежегодно подавать отчетность о входящих и исходящих остатках и об операциях по зарубежным брокерским счетам. Это не самая тривиальная отчетность. И третий вариант. К сожалению, зарубежный брокер является налоговым агентом Российской Федерации, поэтому вам будет еще одна замечательная дополнительная радость под названием упражнение для ума. Это ежегодная сдача налоговой декларации и самостоятельный подсчет налога со всеми курсовыми разницами, со всеми другими прелестями. Изучение соглашения об избежание двойного налогообложения между Россией и той страной, где у вас брокерский счет, изучение зарубежного налогового законодательства, по какой ставке с вас там берут налоги. И если с вас там берут налоги, то это еще и дополнительное упражнение под названием «Получите документ о том, какие с вас налоги взяли там, переведите их на русский язык и сдайте в российскую налоговую с отчетностью ежегодные до 30 апреля следующего года за годом получения ваших доходов». Поэтому, с одной стороны, минус в виде квал-инвестора здесь исключается, минус в виде, возможно, где-то больших комиссий он исключается, ассортимент маленький и узкий он тоже исключается, но есть огромный минус в виде кучи отчетности и самостоятельной уплаты налогов. Из плюсов это то, что зарубежные брокеры могут находиться в юрисдикциях с более высоким уровнем надежности и в этих же юрисдикциях, то есть в этих странах, может быть страховка кэша свободного на брокерском счете, что является дополнительной надежностью и сохранностью ваших сбережений. Поэтому однозначного какого-то ответа, что лучше, первое, второе или третье, я вам дать не могу, но лично для меня, наверное, я бы сформулировала так. Если вы начинающий инвестор и у вас небольшие суммы, ну до 10-50 тысяч долларов, ну хорошо, до 10-20 тысяч долларов, я бы начинала на российском рынке с зарубежных активов, которые здесь доступны. Потом, когда вам станет уже узко в этом горлышке, тогда получаете статус квал инвестора и уже работаете через российских брокеров с зарубежными активами. А когда вы уже почувствуете себе силой заниматься отчетностью, декларацией и так далее, выходите на зарубежные рынки, но предварительно изучив законодательство, особенно налоговое, чтобы понимать, какие налоги там вам светят, в том числе и из дивидендов, из купонов, из прибыли, так называемый capital gain tax, и по наследству, и по дарению, и по всем остальным моментам. И только тогда можно будет говорить о том, что вы действительно хорошо подготовлены и являетесь профессиональным инвестором. Так что выбирайте, какой путь вам ближе, но я рекомендую движение поступательное. Сначала от простого к сложному. Это хорошо работает и для ваших денег тоже.